Всем привет, это Варлорд. Сегодняшнее мое видео будет посвящено самому популярному и знаменитому сериалу последних лет Игре Престолов. Я покажу вам несколько своих фигурок, которые я сделал на эту тему, Железный Трон, да и вообще полностью мою полку по этому сериалу. Ну и помимо этого, много крутых самоделок от разных авторов. Обязательно поддержите это видео лайком, каналу нужна ваша поддержка. Давайте сначала посмотрим не на Лего, ну а потом уделим большее количество времени мини-фигуркам. Итак, вообще здесь у меня на этой полке располагается вот такой вот рог. Рог этот сделан вручную и он мне напомнил тот рог, в который трубили в Игре Престолов. Как все те, кто смотрит сериал, знают, что если протрубят один раз, то это ночной дозор. Если два одичалы, ну а если три, это белые ходоки. Затем у меня здесь есть золотое перо, оно мне напомнило то, которым подписывались основные указы в этом сериале. Ну и также меч, который мне напомнил меч из валерийской стали. Это вот такая вот микромодель. Чуть позже покажу вам модель побольше. Также для декорации здесь необычный камень из разных пород. Ну и как вы видите, все это происходит на карте, которая к Игре Престолов не имеет никакого отношения, но по цветовой гамме, мне кажется, она сюда в принципе подошла. Ну и спереди, перед фигурками, есть символ дома Старков, это лютоволк, ну и рядом череп. Ну и теперь самое главное, фигурки это не кастумы, это действующие фигурки Лего. В основном здесь такие серии, как Властелин колец и Хоббит, так как они по своей концепции, по принтам больше всего вписывались. Ну а лица и прически я брал совсем уж из разных серий. Рядом с Железным Троном у нас стоит Роберт Баратеон. Фигурка, как мне показалось, очень напоминает этого ключевого героя с первого сезона. К сожалению, его большой живот здесь не удалось сделать, но зато мне кажется, что его борода очень похожа на бороду актера из фильма. Ну и конечно, в тему я нашел вот такую корону. Как вы все поняли, это прическа и корона от короля из одной из серий мини-фигурок. Ну и за ним находится микроверсия Железного Трона. Вот так вот я здесь его сделал. Мечи здесь, как вы видите, в основном серого цвета, потому что у меня не так много мечей черного цвета. Но мне кажется, и они здесь в тему, и трон в принципе легко можно узнать. Начинаем с Дома Ланнистеров. Здесь у меня почти все действующие лица, за исключением нескольких героев. Но я пока что их не успел сделать. Начнем с, на мой взгляд, больше всего похожего из всех этих фигурок героя из фильма. Это Тириона Ланнистера. Для него я подобрал торс из серии Хоббит, также прическу, ну и подходящее лицо. Далее Джейми Ланнистер из Сарсея Ланнистер. Для Джейми я нашел очень классные доспехи. Они почти полностью выполнены в золотом цвете. Ну и также белый плащ, который он носил в первом сезоне. Прическа и лицо напоминают героя. Золотого меча у него в фильме не было, но был меч из валерийской стали. Я подумал, золотой меч будет у него смотреться лучше, чем обычный серебряный. Ну и для того, чтобы сделать Сарсею, я использовал костюм, вот такое вот платье, которое у нас было в серии Пираты Карибского моря. Подобрал подходящее лицо и вот такую вот прическу. Встречался она много в каких сериях Лего. Теперь отец семейства Тайвин Ланнистер. На нем надеты доспехи и по ним можно понять, что сейчас он находится в одном из своих походов. Лицо я взял для него достаточно похожее, как мне кажется. Ну и также прическу. Прическа не очень его напоминает, но в общем-то он похож. Далее еще один герой, точнее антигерой, это Джоффри Баратеон. Но на самом деле Джоффри Ланнистер. На нем надет такой вот костюмчик, на нем он был часто в разных сериях фильма. Также прическа, которую я взял из одной из серии минифигурок. Ну и лицо. Лицо я взял у Эльфа из Хоббита, но герою оно вполне пошло. Переходим к Дому Старков. Глава семейства Эдард Старк или для друзей просто Нед. На нем надет костюм, такой же практически был в фильме. Черный плащ, меч. К сожалению, у Лего нет двуручного меча, поэтому Неду пришлось дать обычный меч серого цвета. Также прическа и лицо. Лицо, на мой взгляд, очень похоже на героя, но вот прическа не совсем такого цвета. А теперь сын Неда Старка, Роб Старк. На нем надеты доспехи, такие у него были в первом-втором сезоне Игры Престолов, когда он двигался со своей армией на Ланнистеров. Доспехи я уже не помню откуда взял, но кольчуга напоминает кольчугу из фильма. Также плащ коричневого цвета, меч черного цвета. Лицо я взял из одной из серий, вроде бы Властелин колец. Ну и прическа. Прическа не очень его напоминает, но, кстати, такая у него вполне могла быть. Далее дочка Неда Старка, Санса Старк. Тоже, мне кажется, очень похоже. На ней надето платье. Это платье я вроде бы взял у королевы из Некса Найдс. Также у нее рыжие волосы, как и в фильме, и лицо, которое отлично передает черты этого героя в сериале. Ну и благодаря серии Хоббит и Властелин колец, мне удалось сделать двух младших сыновей Неда Старка. Это Бран Старк и Рикон Старк. Бран Старк, как вы знаете, не может ходить, но тут у меня он стоит. На мой взгляд, фигурка похожа. Костюм у него точно такой же, как у героя. Прическа тоже подошла, да и лицо, в принципе, напоминает героя. Ну и последняя фигурка, которая у меня есть на данный момент. Я не очень уверен, что это ее финальный образ. Сейчас это Дейенерис, последний из рода Таргариенов. Для того, чтобы передать ее одежду из первого сезона, когда она была женой к Халадрогу, я использовал тряпки, которые были надеты как раз на Рей. Одежда, мне кажется, пошла. Также белая прическа. Я помню, встречалась такая только в одном наборе Лего, посвященном Истребителю Людей Икс. Ну а вот не помню, где я взял это лицо. Мне кажется, фигурка в целом похожа на героиню, а это главное. В общем, показал я вам все свои фигурки. Напишите в комментариях, как они вам. И также напишите в комментариях, кого здесь не хватает из дома Ланнистеров и из дома Старков. Да и вот я обещал вам показать свой меч. Это уже модель побольше. Ее даже нельзя назвать микромодель. Мне кажется, меч очень напоминает мечи из Игры Престолов. Здесь даже есть две головы. Это, конечно, не люто-волки, но все-таки это что-то вроде таких вот диких животных. Также здесь есть крест. Ручка довольно классная. Мне она очень нравится. Ну и, конечно же, при желании меч можно достать. Ну а теперь несколько очень крутых самоделок по Игре Престолов. Первая самоделка просто очень эпичная. Это замок Стронгхолк. Стронгхолк это родовой замок Грейджоев. Грейджои это лорды Железных Островов, среди которых один из главных героев фильма это Теон Грейджой. Замок очень напоминает свой прототип из фильма. Тут есть несколько башен, ну и под ним, конечно же, есть море. Автор Анна Персон, кстати, тоже очень хорошо передала часть суши. С одной стороны, это не очень важная часть, но даже она здесь сделана на высоте. Еще одна интересная работа, это, можно сказать, главное изображение к первому сезону по Игре Престолов. Это Железный Трон, на котором восседает Эдард Старк. В руках у него, как и на изображении к фильму, меч двуручный. Ну и, конечно, как вы видите, все сделано просто до мелочей. И очень интересно, здесь сделана конструкция Железного Трона. Благодаря небольшим деталям в итоге получается что-то вроде мечей. А вот и несколько крутых гербов, самых известных домов из Игры Престолов. Первый это герб рода Старков, Люта Волк. Ну и на фоне есть надпись «Зима близко». Люта Волк сделан очень классно и, на мой взгляд, любой фанат сериала «Игры Престолов» захотел бы иметь себе такой вот пасть Люта Волка. Затем герб рода Ланнистеров, это Лев. И рядом их девиз «Услышь мой рев». Лев, на мой взгляд, сделан не так сильно похоже, как Люта Волк, но тоже смотрится классно. И образ герба узнаваем. Ну и самый эпичный герб у рода Таргариенов. Как вы видите, сделан он благодаря трём драконам из Лего Кассел. У меня один из этих драконов есть. Смотрится всё по-настоящему очень круто. И рядом красуется девиз рода Таргариенов «Пламя и кровь». Также у этого же автора круто получился бюст белого ходока. Черты этого существа из «Игры Престолов» отлично переданы. И даже есть его оружие, это копьё. Ну а теперь постройка помасштабнее. Винтерфелл из «Игры Престолов». Всё сделано на самом деле нереально детализировано. Здесь всё передано до мелких деталей. Даже есть несколько важных залов, которые были в сериале. Смотрим далее. Одна из самых интересных работ – это стена. Ну и рядом со стеной возвышается чёрный замок, в котором и был ночной дозор. Стена сделана просто отлично. Это, наверное, очень кропотливая работа. И огромное количество белых деталей потребовало для того, чтобы сделать стену. Ну и не только стена здесь заслуживает внимания, потому что чёрный замок тоже очень проработанно сделан. Очень напоминает чёрный замок из «Игры Престолов». Ну и мимо этой работы тоже не мог пройти. Здесь у нас ещё одна модель железного трона, на котором сидит король Джоффри. В руках у него бокал вина, и, как вы видите, поза у него немного не королевская. Но трон здесь сделан очень интересно, задействовано много нереально необычных деталей, да и сам образ Джоффри передан отлично. Ещё раз напоминаю, если хотите видеть видео на этом канале, обязательно ставьте лайки. Также поставьте лайк, если хотите увидеть ещё подобные рубрики на моём канале. Подписывайтесь на канал и вступайте в группу. Всем удачи и всем пока!